Смоленская АЭС День директора на станции Ремонт третьего энергоблока Итоги Спартакиады 2019 Торжественное открытие Патриотического клуба «Атом» На плановом совещании с руководителями подразделений Директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом» В работе 32 энергоблока, в ремонте 5 энергоблоков Фактическая мощность на утро 25886 мегаватт Что составляет 100,76% к заданию фаз О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия В работе 1-2 энергоблоки Нагрузка суммарная 2095 мегаватт Существенных замечаний по работающим блокам нет Третий блок 15-й сутки текущего ремонта Работа в графике Выработка электроэнергии Смоленской АЭС За 20 дней января составила Более 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии Радиационный фон На промышленной площадке Смоленской АЭС И прилегающей территории не изменялся И соответствует естественным природным значениям На Смоленской АЭС состоялась итоговая развивающая партнерская проверка Качества системного развертывания производственной системы Росатома Команда экспертов концерна Росэнергатом и госкорпорации Росатом Проанализировала достижения атомной станции по нескольким направлениям ПСР потоки, ПСР образец, обучение Самый большой итог подведен партнерской проверкой О том, что Смоленская АЭС подтвердила свой статус лидера ПСР Безумно рад побывать на Смоленской атомной станции Всегда считал, что очень трудно подняться на какую-то высоту Еще сложнее на этой высоте удержаться Вот в Смоленской АЭС я приезжаю тут и периодически обхожу станцию И вижу, что не только поддерживает свой уровень, но он постоянно чуть-чуть потихонечку повышается В итоговый меморандум развивающей партнерской проверки вошли положительные практики А также предложения и рекомендации экспертов для дальнейшего развития ПСР на Смоленской атомной станции Окончательное решение о подтверждении звания лидер ПСР будет приниматься весной на управляющем совете отрасли На Смоленской АЭС состоялся день директора На встрече с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС Павел Лубенский Подвел производственные итоги работы предприятия за минувший год И обозначил приоритетные задачи на 2020 год В числе достижений коллектива станции директор отметил успешное прохождение комплексных противоаварийных учений И партнерской проверки ВАО АЭС Освоение производства промышленного изотопа кобальта на энергоблоке номер 3 Выход на плановую производительность на пристрое ХАЯТ Завершение работ по продлению срока эксплуатации энергоблока номер 3 И получение разрешения Ростехнадзора на его эксплуатацию в дополнительный период времени Смоленская АЭС неразрывно связана с жизнью города и подтверждает социально значимые направления В 2019 году 44 миллиона рублей направлены на реализацию благотворительной программы «Мой любимый город» Более 8 миллионов рублей в рамках проекта «Бережливая поликлиника» на оснащение МСЧ-135 современным медицинским оборудованием Среди целевых ориентиров, самое главное – выполнение Смоленской АЭС государственного задания по выработке электроэнергии в объеме 19 миллиардов 80 миллионов киловатт-часов Кроме того, необходимо качественно провести ремонтную кампанию на энергоблоках Выполнив целевые показатели по сокращению ее сроков Получить лицензию Ростехнадзора на обращение с РАО Подтвердить высокий уровень производственной деятельности на корпоративной миссии «Асарт МАГАТЭ» И корпоративной партнерской проверке ВАО АЭС, запланированных летом и осенью Была конкретно доведена вся информация по итогам года Задачи, в принципе, все понятные Потребуют качественной работы всего персонала Дни директора считаю положительной практикой Получили массу полезной информации и воодушевились на работу в 2020 году Энергоблок номер 3 Смоленской АЭС 6 января 2020 года находится в плановом текущем ремонте В настоящее время выполняются работы по машинному залу Это капитальный ремонт цилиндров низкого давления на 6-й турбине Выполняется капитальный ремонт генераторов на 5-й и 6-й турбине В настоящий момент выведен ротор на 5-м генераторе Выполняется подготовка к выводу ротора на 6-м генераторе Ведется ремонт теплообменников на 5-й и 6-й турбине Работа это на критике На данный момент на 6-й машине сняты все крышки На 5-й машине уже извлечено 3 турбных пучка на стенды Для проведения дальнейших операций по техническому свидетельствию сосудов В реакторном отделении выполнен контроль обоим По результатам контроля обоим требуется замена трех обоим Ведется подготовка к выполнению работ по замене Сержней ИСУС В конце месяца ожидаем поступления на Смоленскую атомную станцию И соответственно выполнение этих работ По персоналу прибыло дополнительно персонал 96 человек Как филиал Смоленского атомоэнергоремонта для выполнения работ Есть определенные сложности в выполнении работ по электротехническому оборудованию Надеемся мы эти проблемы решим положительным образом По реализации ПСР проекта мы внесем изменения в части изменения сроков Это связано с тем, что есть риск не выполнения по выработке электроэнергии в целом по концерну Это связано с перепростоем в работе Белоярского блока Есть проблемы по Ленинградской атомной станции То есть мы отрабатываем свой долг по прошлому году По выполнению работ в соблюдении всех правил техники безопасности У нас по-прежнему реализуется проект ремонтная площадка В субботу выполнен обход совместно Смоленской атомной станции и Смоленского атомоэнергоремонта С учетом того, что были замечания и упреки в адресе Смоленского атомоэнергоремонта Надеемся это даст положительный момент для того, чтобы безопасно и в запланированной сроке завершить ремонт энергоблока 15-16 января атомщики подверли итоги Спартакеады-2019 Которая объединила более 1200 человек Работников Смоленской АЭС, подрядных организаций и ветеранов атомной станции Представители различных профессий Операторы, инженеры, машинисты, лаборанты, офисные сотрудники Показывали свое мастерство в 19 видах спорта В торжественной обстановке победителям и призерам вручены медали, кубки, грамоты и ценные призы Ни для кого не секрет, что те, кто занимаются спортом, они и в жизни занимают активную позицию Участвуют во многих общественных мероприятиях Ну и все мы знаем, что спорт продлевает как физическое долголетие, так и производственное долголетие Поэтому администрация станции заинтересована, чтобы вот этот зал был более полный Титул чемпиона Спартакеады-2019 завоевала команда реакторного цеха Ее результаты, как всегда, впечатляют и по количеству участников, их сплоченности и по числу наград На второй ступеньке педестала почета сборная команда «Безопасность» Третье место заняла команда «САЭС-Сервис» Масштабы Спартакеады растут В перечень соревновательных дисциплин с 2020 года включены два новых вида спорта Пляжный волейбол и баскетбол 3х3 Добавилась мужская лига по бадминтону Проявляют себя десногорские спортсмены и на более высоком уровне Так, на торжественном закрытии Спартакеады 35 спортсменам клуба погребли на луках дракон «Атом» Большая часть из которых работники Смоленской АЭС Были выданы удостоверения о присвоении им первого взрослого разряда и звания кандидата в мастера спорта Своими достижениями наши спортсмены в очередной раз доказали, что на Смоленской АЭС работают не только высококлассные профессионалы Но и крепкие силой и духом люди, пропагандирующие здоровый образ жизни Уже на этой неделе, 25 января, стартует Спартакеада 2020 По традиции ее должны открыть лыжные гонки 18 января в Десногорске состоялось торжественное открытие Патриотического клуба «Атом» Это совместный проект концерна «Росканаргоатом», частного образовательного учреждения «Учебный центр «Атом» И администрации муниципалитета по созданию в городах-спутниках АЭС детских секций по практической стрельбе из пневматического оружия В рамках презентации клуба более 200 юных десногорцев прошли первый вводный курс по культуре безопасного обращения с оружием Всегда десногорцы в числе передовиков по развитию спорта По предоставлению возможности получения дополнительных знаний молодым людям, учащимся в школах И тот, кто начал первым, у тех будет больше возможностей работать с профессиональной командой тренера и стать лучшими И вполне возможно, что мы с вами когда-то в этом зале будем приветствовать засноборцев, тех, кто участвует в Олимпийских играх и отстаивают честь нашей страны Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский выразил уверенность, что как можно больше детей под руководством опытных тренеров научатся правильно владеть оружием, приемами самообороны Юноши подготовятся к службе в вооруженных силах, станут настоящими патриотами и гражданами страны Мы будем поддерживать этот проект, а вы приходите, пожалуйста, приобретайте навыки, эти навыки пригодятся в 20 лет Успешного освоения нового вида спорта и ярких побед пожелали ребятам депутат областной думы Михаил Лосенко и глава Десногорска Андрей Шубер Мы знакомим детей с практической стрельбой, знакомим их профессионально Они сейчас пробуют, после чего дети будут приглашены в группы спортивные Вид спорта должен иметь очень большие меры безопасности, очень серьезные меры безопасности Все это на первых занятиях при поступлении детей в группу, прежде всего кодекс стрелка И если дети где-то вдруг немножечко ошибаются, это тут же происходит серьезная разборка А если это происходит в течение тренировки, то это дисквалификация Поэтому здесь все очень серьезно На средства концерна Росэнергоатом на базе средней школы номер 4 отремонтировано и оснащено необходимым инвентарем помещения тира для занятий И уже в ближайшее время школьники в возрасте от 10 до 15 лет начнут осваивать практическую стрельбу, сборку-разборку оружия, повысят уровень физической подготовки под руководством опытных педагогов, обладающих высокой квалификацией Набор в группы стартовал Хочу попробовать эту секцию, мне нравится стрельба, я хочу стать военным, повысить свои личные навыки и дорасти до высоких званий Подросткам от 14 до 16 лет мне кажется это в самый раз, потому что, ну во-первых, армия, а когда человек уже подготовленный приходит в армию, это уже хорошо И плюс самооборона, ну мало ли что может на улице произойти, это всегда поможет человеку У меня дочь занимается лыжным спортом, но вот сейчас она увидела стрельбу, говорит, она вообще болеет биатлоном, говорит, это очень полезно, если запишется, я с радостью буду ходить Сразу приняли решение, позвала Лешу и сказала, говорю, пойдешь учить стрелять, он с удовольствием согласился Очень нужно, я считаю, потому что это тоже дисциплина, это спорт в первую очередь На этом наш выпуск завершен, вы смотрели новости Смоленской АЭС С важными событиями и жизнестанц вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру А также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok